Пожароопасность высокого пятого класса сложилась на Кубани с конца июля в связи с установившейся жаркой сухой погодой. В зоне риска более 10 муниципалитетов края. Какая обстановка сложилась в Славянском районе, расскажут наши корреспонденты. Фамилия? Телефон? Хорошо, выезжай. Температура воздуха на Кубани растет, а вместе с ней и увеличивается вероятность возгораний. Это заставляет службу пожарных находиться в состоянии готовности. В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, сложившейся в нашем регионе, в последние дни в разы увеличиваются выезды пожарных подразделений на пожары и возгорания. Только за последнюю неделю подразделения нашего гарнизона произвели 65 выездов. Основной причиной загораны является бесконтрольный выпал сухой растительности и дровы населением. Руководитель стихозпредприятий производит намеренный поджиг и выпал пожневных остатков на полях, что является прямым нарушением правил пожарной безопасности и приводит к задымлению населенных пунктов и автодорог. Температура воздуха достигает плюс 42 градусов, в то время как наша природа переживает тяжелые испытания жарой и без того сложную ситуацию усугубляют люди. Отправляясь на природу, в лес или на реку, необходимо побеспокоиться не только о себе, но и об окружающих. Ведь чаще всего причиной природных пожаров становится сам человек. Непогашенный костер, брошенная спичка, недокуренная сигарета в любой момент могут стать источником возгорания, а значит и человеческого горя и потерь. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, нужно быть предельно осторожными и не совершать легкомысленных поступков в обращении с огнем. Уважаемые жители района, руководители сельхозпредприятий, просим вас, убедительно просим, соблюдать меры пожарной безопасности в пожароопасный период. В связи со сложившейся пожароопасной ситуацией главам всех поселений необходимо разработать план эвакуации населения в случае ЧАЭС, а руководителям сельхозпредприятий соблюдать пожарную безопасность. Ведь нередко огонь может вспыхнуть и на хлебных полях, и нужно сделать всё возможное, чтобы защитить от пожара расположенные вблизи населённые пункты. Особую осторожность в злойные месяцы нужно соблюдать владельцам сельхозугодий. Поджог пожневных остатков и сухой травы может привести к трагическим последствиям. Руководителям сельскохозяйственных организаций, любых форм собственности, рекомендуется перед созреванием зерновых культур проводить обкосы полей, которые прилегают к лесополосам, к автомобильным трассам общего и местного значения. После обкосов обязательно проводится опашка не менее 4 метров шириной. Помимо этого установка табличек на поле, устанавливались таблички на поле с посевами зерновых культур. Александр Лосенков также отметил, что в целях контроля за возникновением очагов природных пожаров и своевременного принятия мер по их ликвидации ведётся мониторинг пожаров с помощью спутниковой системы. Высокая температура в Славянском районе не снижается, а значит сохраняется и пожарная опасность высокого пятого класса. Но несчастье можно избежать, если строго соблюдать меры предосторожности и выполнять правила пожарной безопасности. Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно сообщайте в пожарную службу по единому телефону спасения 01, с мобильного 010 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8 861 268 64 40. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Сергей Тимовский, Константин Монастыренко. Программа События.